Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Blackstone Infinity, и сегодня мы с вами будем смотреть новую серию сериала Legends of Tomorrow, или Легенды завтрашнего дня. Погнали! Ну чё, ребят, сейчас клюкву будет, да, про Советский Союз? Уже готовлюсь, уже готовлюсь бомбить по поводу всего, потому что кто как не КВ будет обсирать Рашку? Ну, в принципе, крутой большой театр, мне нравятся его декорации, вообще. Идентичность один в один, прямо похож на большой театр, да? Нет. Нифига себе, я не знал, что в Москве джунгли, возле Москвы, вот. Блин, в следующий раз буду знать, а то охота в джунгли сходить, да? А, чё-то неизвестно где. Ну, наконец-то, хоть скажу. А, то есть вот это вот здание слева, это большой театр, да? Вы чё, больные, бля? И как бы Блажен... Собор Василия Блаженного не видно таким образом, он за стенами Кремля находится. Я ж говорил, CW, найс, они даже не умудрились в гуглмапс зайти, просто так накалякали, короче, Москву и думают нормально. Очень-очень весело. Здравствуй, старый друг. Да, всё-таки тепловая волна была права. Вот так вот, короче, обманули их всех. Это бомба? А, ну я дурак. Конечно, это бомба. Бах! А, в принципе, взрывы тепловой волне же, как бы, посрать. Он же сам горит, как бы, понимаете? Огненного шторма? А! Да-да-да, вандал Сэвиджи увидел его в прошлом. Теперь пытается воссоздать. Прикольно. Блин, она всё поняла. Сэвидж, наверное, ей рассказывал. Сэвидж, наверное, ей рассказывал про Огненного шторма. Нормас. Поглотил всё-таки энергию. Если дальше решать вам, профессор. Типичный русский в американских фильмах и сериалах. Типичный ГУЛАГ. Типичная концовка серии. Ну, короче, народ. Ну, ну, так себе. Ну, на троечку. Я не знаю, сериал, я как и думал, он всё хуже, что-то и хуже. Потому что, как бы, вот смотрите, одно и то же, короче, смотрите. В начале. Они перемещаются во времени, у них план. Потом что-то происходит, они ссорятся. Потом что-то происходит, они мирятся. И потом, короче, заварушка в конце. И твист. На Мстителей чем-то похоже, кстати. Не сечёте? Нет. Я понимаю, но во-вторых, в Мстителях они не ссорились. Они не ссорились, а там это была не ссора, да? Как бы, ну, вы поняли. В первом Мстителях, да, ссора. Это был такой сюжетный твист, специально. Во-вторых, в Мстителе, всё было по-другому подставлено. Там решался вопрос, прав ли Тони Старк или не прав. Понимаете, да? Но многие там, конечно, они, многие, типа, такие, да, скопировали всё с первой части. Нет, нет, ребят, не скопировали, конечно, нет. В общем-то, а здесь, как бы, каждая серия строится на одном принципе, я это уже замечаю. И в этой серии, если бы финальная битва была крутая, а она была такая, что, короче, наш любимый капитан Холд Леонард Снард бежит, а в него русские из Калашникова попасть не могут, что, в принципе, нереально, потому что русские стреляют очень хорошо, это всем известно, и они, как бы, там сколько их было, пять человек, стреляли с Калашникова, и попасть не могли. У Калашникова разброс такой, чтобы они даже, если бы косыми были, всё равно бы попали, как бы. Ну, короче, понятно. Опять, ну, Си-Дабл, молодцы, мне понравился большой театр, который напоминает какую-то таверну, и очень понравился Кремль, и церковь Василия Блаженного, которая, вообще, как бы, её стены закрывают, Кремля, и всё по-другому, как бы, в Москве выглядит. Не, ну, это, конечно, это они умудрились, умудрились, конечно, сделать, мне очень понравилось. Крутые, крутые ребятки, могут, могут делать красивые города. Вот, улучшили Москву, большой театр, вообще, найс! Особенно в Антракте, почему-то, все стоят на улице, то есть, обычно в Антракте, там, в буфете все, да, а здесь они на улицу вышли покурить. Ну, типичные русские, что можно здесь ещё сказать? Путин, водка, балалайка, хотя нет, Брежнев, да, Брежнев, водка, балалайка. Ой, неважно, короче, здесь ничего нового мы не узнали, кроме того, что, ну, Штейна похитили, огненного шторма, Сэвидж создают. Ну, короче, в этой серии ничего интересного не было. Я ставлю ей 3, хотел, может быть, 2, можно будет поставить, но, нет, давайте 3 поставим, потому что, вроде бы, пока, ну, первая такая серия, да, если будет так дальше, до свидания, конечно, сериал, ну, как бы, всё, с ним понятно. Хотя, вот почему 3, почему, даже если не один я не хочу поставить, потому что, меня сам концепт, вот это, то, что они во времени перемещаются, он мне нравится, он мне нравится, то, что они, как бы, вне времени существуют, воюют с Вандалом Сэвиджем, вот это прикольно. Но, ну, чёрт возьми, вот, наверное, 3 всё-таки я поставлю, из-за вот этого, можно, конечно, 4 с натяжкой, но вот эта вот Россия меня просто убила, поэтому, серии я ставлю 3, и мне кажется, что дальше будет хуже. Если я могу сказать, что в Стреле дальше, может, будет лучше, хотя я не знаю, то легенды, что-то с каждой серии становится всё скучнее и скучнее, Флэш наоборот, конечно же, Супергёрл там и так, всё понятно, в общем-то, сериалы по DC, что-то вообще оборзели в край, что творят, не пойми, ждём фильмы нормальные, да, и Криптон, сериал Криптон, который выйдет совсем скоро, он уже будет в расширенной вселенной DC, то есть, это будет первый сериал, который будет связан с фильмами, вот, ну, всё, ребят, с вами был я, Блэкс Инвинити, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, если, собственно говоря, вы на неё ещё не подписаны, также оставляйте свои комментарии, и всё, всё, до встречи, пока, береги тебя, пока-пока.